Популярный российский писатель-фантаст Андрей Белянин признанный мастер юмористического фэнтези. На его счету более 60 увлекательных и забавных книг. В Театре Колесо накануне Нового года по одному из произведений Андрея Белянина поставили спектакль для детей «Гаврюша и красивые». Автор провел в Тольятти несколько творческих встреч с читателями. Нам тоже удалось с ним пообщаться. Андрей, что за жанр такой юмористической фэнтези? Что это такое? Причем в вашем случае еще и замешанный, как я понимаю, на фольклоре, на каких-то мотивах уже известных. Ну, в общем-то, ничего там особо секретного нет. Это такая же фантастика, но один из главных ключевых элементов, что фантастические задачи решаются через юмор, через улыбку, через смех. И если тебе удалось это смешить, читать ее замечательно, да. Ну, а отношение к фольклору здесь, наверное, каждый в какой стране живет. Не можем же мы все время писать про эльфов, ганомов, вампиров. У нас полно своей не менее веселой нечисти. Поэтому русский фольклор и национальный российский фольклор, то есть там я писал про Бабу-Ягу, писал про Хаджуна Средина, писал по мотивам казачьих сказок, писал по мотивам кавказских легенд. Это да, это нормально, это свое, это интереснее. Но юмористический фэнтези – это такой специальный отдельный жанр. Не вы его придумали? Многие авторы работают в этом жанре. Или это ваше ноу-хау? Я не знаю, можно ли сказать, что я его придумал. Я был первым, кто его опубликовал. Вот до этого писали ироническая фантастика, сатирическая фантастика, боевая. Юмористической не было. Наши попробовали, сделали. И сейчас этот жанр действительно очень популярен. Ну, тонкая грань, но, наверное, можно разобраться. Да, грань тонкая, вы правы, абсолютно. А как давно вы вообще начали заниматься этим жанром? Почему вы стали писать, во-первых, писать вообще книги и именно в жанре фэнтези? Ну, писать я начал еще в детстве, я так думаю, лет в 10-12. Почему не бросили тогда? Ну, сказка всегда просто была интереснее, чем все другие какие-то литературные жанры для меня. И поэтому никто не выбирает жанр. Ты делаешь только то, на что ты способен. Вот если бы я был способен писать крутые детективы, я бы, наверное, этим и занимался. Если бы я тащился от документалистики, да, я был прекрасным писателем-реалистом. Но нет, мне нравится именно сказка. А вы сказки, получается, читали сами в детстве? Какая литература на вас повлияла? Ну, сказки я читал в огромном количестве, да. И библиотекари от меня в этом смысле буквально сострелялись, потому что приходил мальчик, который хотел читать только сказки. И я, наверное, лет до 17-18 читал исключительно сказки. Все, которые мне удавалось достать. И сказки народов мира, и сказки советских писателей. Ну, из российских наставников, авторов, которые оказали на меня огромное влияние, это, разумеется, Гоголь, Ночь перед Рождеством. Тогда я понял, что можно рассказывать совершенно по-своему истории. И тогда еще не было Властелина колец, но уже можно было читать Хоббита. Только хотел спросить про Толкина. Я прочел Хоббита, и я сразу провалился, потому что я понял, что да, оказывается, кроме сказок, которые тебе рассказывают бабушки и дедушки, и ты прочел в книжке, сказку можно придумать самому. Можно создать собственный мир, да, и насколько это увлекательно. И это разрешено. Оказывается, такое делают. И это не страшно. Что касается спектакля, который сейчас готовит наш театр «Колесо» к премьере, созданного по вашей книге «Гаврюши и красивые», да, я знаю, что эту книжку вы создавали в соавторстве с Игорем Косиловым, которого в Толяте, конечно, очень хорошо знают. Ты не только как бабушку из юмористического дуэта «Матрёный цветочек», а его хорошо знают здесь как актера, и недавно он как режиссер у нас здесь поставил спектакль. Как получилось, что вы познакомились и даже вместе книгу написали? Ну, познакомиться получилось попроще, конечно. Да, разумеется, на книге стоят два имени – Андрей Белянин и Гарькосилов. Мы вместе сделали две книги уже о приключениях «Гаврюши». Игорь был у нас в Астрахани на съемках «Казачьей сказки», и он играл «Бабу-ягу». Вот поскольку я был автором сценария, принимающей стороной, и я сыграл одну из ролей «Казачьего сотника», то нам, естественно, приходилось плотно пересекаться на площадке, и как-то незаметно мы вот начали притираться друг к другу, подружились, и сейчас уже мы много лет общаемся. Ну, как общаемся? Если я еду из Астрахани в Москву, а он в это время в Москве, а не где-то на гастролях, мы пересекаемся. Ну, а «Бабу-ягу» вы его пригласили, потому что видели его уже в дуэте «Матрёвый цветочек», да, как бабушку? Ну, это несомненно, да, да. Это уже был очень яркий сюжет, очень яркие образы, и мне действительно нравится. Я был не раз у него на концертах, мне нравится их дуэт, как они работают с публикой, правда. Как они поют, как они обращаются музыкальными инструментами, все это шикарно. И от импровизации, и до выверенных каких-то сцен. А с «Бабой-ягой», ну, это действительно было... Мы взяли чистый образ цветочка, мы его не меняли, Игорю всего лишь добавили в ползающий клык. Для того, чтобы вот было понятно, что «Баба-яга» все-таки, это она где-то бывает и страшно. Да, у нас она в большей мере добрая, она скорее женщина, которая очень одинокая, она хочет найти себе мужчину, который бы жил в избушке с ней. Вот. Поэтому как раз вот комедийность Игоря, она была идеальна. И «Баба-яга» получилась не похожа ни на кого, ни на Миляровскую бабушку, ни на, там, Татьяну Пельцер, ни на других актрис, которые, ну, несомненно, прекрасно играли, наверное, своих бабьек. Но это вот, вот у Игоря получился не цветочек, это точно. В чем вот, если так вот пафосно спросить, громко, главная идея вот этой книги про Гаврюшу? Там главный герой – первоклассник, маленький мальчик. То есть книга адресована детской аудитории. Что вы хотели до нее донести? Ой, я не могу сказать. Это всегда, это лучше критиков спрашивать, что хотел донести автор, честно. Авторы сами редко задумываются о таких сложных вещах. Ну, может быть, просто развлечь вы хотели детей? Дело в том, что сама идея – это идея Игоря. Он, как он говорил, своему маленькому сыну, укладывая спать, и он рассказывал в сказке о том, что в доме бывает домовой, с домовым дружит мальчик. Родители в этом домового не верят, но все равно в доме происходят смешные вещи. И мальчик находит себе настоящего друга, который всегда возвращает ему веру в сказку. Который не просто рассказывает что-то, а может взять в сказку с собой. Показать сказку изнутри. Заставить жить ребенка по канонам сказки. И тогда это проникает гораздо глубже в детскую психику. И вот как-то за разговорами страница другая, книжка сложилась. Будем надеяться, что и спектакль вам тоже понравится, как автору. Такой еще хочу задать вопрос. Вот наше поколение росло на советской литературе детской. И мы, конечно, все помним такие имена, как Крапивин, Олексин, Кир Булычев, и что касается фантастики, например. Ну, в общем-то, неплохими людьми выросли, я надеюсь. Что касается детской литературы сегодняшнего дня. Она вообще есть? Мне кажется, сейчас так все размыто. Есть какие-то такие столпы? Кого бы вы могли назвать? Я был хорошо знаком с Киром Булычевым. Мы неоднократно общались с ним. Действительно замечательный человек был. Это правда. И если сейчас говорить о людях масштаба Булычева... То есть я не был знаком с Крапивином и Олексином, поэтому мне трудно рассудить их, зная их исключительно по книгам. Здесь я мог ценить и книги, и человека. То есть понимать, как такой человек создает такие книги. Вот с моей точки зрения сейчас, опять-таки с моей точки зрения, самый сильный писатель – это Андрей Усачев. Великолепный и прозаик, и поэт, который пишет шикарные стихи для детей, великолепные сказки для детей, которые экранизируют. Вот «Умная собачка Соня», «Приключения снеговиков» в Деда Морозовске, «Школа для снеговиков». Это прекрасный, веселый сюжет, очень легкие вещи. И я думаю, что его бы, конечно, стоило детям читать. Но учитывая тот огромный пласт литературы, в котором заходишь в книжный магазин, и детские полки просто ломятся от края до края. И на них порой безумно трудно найти хорошую книжку. Если ты знаешь знакомое имя, ты идешь и ищешь. А, допустим, начинающему, там, талантливому писателю, который впервые написал, его вот сунули на полку между Джаней Радарьей и Малышом Карлсоном, и неизвестно, найдут его, не найдут его. Вот в этом смысле, конечно, сложно. Гарри Поттера тут еще не вспомнили, конечно. Что может заставить детей читать вообще книги сегодня? Ну, на мой взгляд, я подчеркну, на мой взгляд, в большей мере, как ни странная экранизация. То есть времена изменились, и теперь, если раньше ребенок должен был открывать книжку и тогда рисовать себе фантазии, то сейчас, наоборот, он включает телевизор, и ему эту фантазию показывают готовой. Ему не нужно придумывать, кто как выглядел, кто во что был одет, кто какие мог говорить или не мог говорить слова. Потом захочет, прочитает книжку, не захочет, нет. Ну, насчет Гарри Поттера, это, несомненно, хорошая литература, но, на мой взгляд, все-таки она в гораздо меньшей мере детская. То есть, если главному герою, там, с 11 лет, если не ошибаюсь, начинается выключение. Но там герои взрослеют вместе с читателями, можно сказать. Да, да. А читатель не взрослеет так быстро. Поверьте, если ребенок в 11 лет прочел первую книгу, то он за месяц дочитает все остальные. А психология действительно меняется очень серьезно у героев, потому что каждая книга писалась там год-полтора года. Вот. И, разумеется, росли герои, росли их отношения, их какие-то внутренние проблемы, комплексы, разрешения, взросления. И ребенок, да, он не успевает, конечно, за героями Гарри Поттера. Наверное, да. Вот. Поэтому взрослым эта книжка интереснее. Андрей, скажите, а судьбой ваших книг вы довольны? Как складывается вот ваша творческая судьба, судьба ваших книг? Ну, о судьбе книг трудно судить. Ну, как экранизация есть, спектакли есть. Или хотелось бы еще чего-то? Да нет, всегда интересно посмотреть, что будет дальше, какими глазами человек видит твое творчество. Я думаю, я достаточно счастливый человек. Пусть остается так. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.